Добрый день, дорогие студенты и преподаватели! Позвольте вас всех поздравить с прошедшим днём российской науки, пожелать вам, конечно же, новых научных знаний и открытий. И сегодня в честь праздника перед нами выступит с лекцией приглашённый гость, астроном, доцент, простите, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Вадимир Георгиевич Сурдин. Ваша подискать. Спасибо, спасибо. Здравствуйте, ребят. Говорят, тут много астрономов, правда? Да. Вот. Примечательно. Я тоже астроном, работаю в Московском университете, ещё там других преподаю, но и в Казани часто бываю очень рад, что вот в этой, кстати, очень уютной аудитории мне разрешили рассказать вам о жизни. Вот что может астроном о жизни рассказать, вы сами понимаете, ничего. Но о поиске жизни – это совсем другое. Мы занимаемся за пределами Земли поисками жизни, вместе с биологами, конечно, но наша задача как астрономов прежде всего найти условия для жизни, то есть те места в нашей Солнечной системе, ну, начнём с Солнечной системы, а в других планетных системах, а мы их тоже уже обнаружили, хотя бы найти места, где жизнь могла бы быть. Дальше уже будут, наверное, биологи рассуждать, есть она там, нет её там, а наша задача – найти. Мы пытаемся сделать места, такие уже нашли. Теперь проблема найти жизнь в этих местах. Давайте по порядку. Во-первых, вот эта картинка очень правильная, и мы её с коллегами, когда писали учебник «Астрономия современной» для школы, а, кстати, я думаю, что большинство из вас в школе всё-таки проходили астрономию, да? Она с 17-го по нынешний год была обязательным предметом. Печальное известие. С ближайшего сентября она перестаёт быть обязательным предметом в средней школе, но я надеюсь, что в хороших школах она всё равно останется, на то и хорошие школы и преподаватели. Так вот, эта картинка, она правильная в том смысле, что Солнце – это такой гигант, и такая мощная печка, что все остальные планеты, которые рядом с ним, в одном масштабе, посмотрите, какие они незначительные. Ну, планеты гиганты вы ещё видите. Там Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. А Землю кто-нибудь там различает? Да? Ну, тогда скажите, слева направо, какая она по счёту? Вот там астрономы сидят, а здесь не астрономы. Да, ну, понятно, да. Юпитер, Сатурн, он без кольца, но он такой вот, видно его. Потом Уран, Нептун, вы их видите, а с последних рядов наша планета вообще не видна. Я бы хотел и следующие объекты Солнечной системы показать, но они все мельче одного пикселя. Для них просто тут нет возможности изобразить. И вот эта маленькая планетка, тем не менее, уникальная, на ней есть жизнь, на ней есть условия для жизни, но они не вечно были и не всегда будут. Главное условие для жизни, конечно, вода. Вот. У вас нет, у меня есть вода, это условия для жизни. Она требует очень узких рамок, прежде всего по температуре, от нуля до 100 градусов. Все, либо замерзла, либо испарилась, и нет воды. Наша планета уникальна как раз потому, что температурные условия на ней, ну, и давление атмосферы позволяют существовать в жидкой воде. А вот в этой таблице я собрал диапазон других физических величин, физических параметров, которые, ну, и химических тоже, которые сужают рамки возможностей для жизни. Там, по давлению, по кислотности, по солености, это довольно широкие рамки. Ну, скажем, по давлению есть микробы, которые в стратосфере летают, где почти нулевое давление, есть рыбки, которые в Марианской впадине плавают, там, дикое давление, а вот температура действительно важный параметр. Есть некоторые живые существа, которые, ну, например, при кипячении воды в чайнике 100 градусов, мы не убиваем всех, все микроорганизмы. Некоторые там выживают, надо иметь это в виду. Ну, это так, изыск какой-то природный. Есть микроорганизмы, которые при отрицательных температурах живут, но они хитрые, они из себя выделяют такой вот антифриз, знаете, как в автомобилях, не замерзайка, вот, да, и они вокруг себя создают жидкую воду, такую локальную. А все остальные, в общем, и для них тоже там, видите, вот от минус там 18 до плюс 123, это абсолютная граница жизни. И мы ищем на Земле те места, где вот самые-самые экзотические существа могли бы нам продемонстрировать. вот какие бывают удивительные возможности для выживания. Одно из таких мест, это Антарктида, там под ледяным куполом есть реки, озера, моря, под льдом вообще довольно тепло. И мы обнаружили там озеро, которое назвали Восток, потому что над ним случайно оказалась советская, теперь российская антарктическая станция. Антарктида вообще удивительное место. Но все это накрыто тяжелым ледяным куполом, запечатанное, особенно озеро Восток, оно не сообщается ни с кем. Нам очень интересно, а там под трехкилометровым слоем льда есть жизнь? Если есть, тогда пожалуйста. У нас есть такие в солнечной системе, такие небесные тела, которые покрыты толстым слоем льда, а подо льдом океан жидкой воды. Если мы в Антарктиде, вот в этом озере Восток найдем жизнь, тогда мы спокойно можем думать о том, что на каком спутнике Юпитера, на каком? На Европе. Правильно, на спутнике Юпитера. Но вы не обижайтесь, я все-таки преподаватель, а вы студент. Мне хочется иногда понять, с кем я имею дело. На спутнике Юпитера Европе там тоже толстый слой, там тоже океан жидкой воды, значит, надо искать и там жизнь. Но пока в этом озере не то, чтобы совсем ничего не нашли, но очевидных доказательств жизни пока не обнаружено. Обидно. Тогда вот уменьшаются наши шансы найти жизни на Европе. Дело в том, что при большом давлении в воде растворяется очень хорошо кислород. А кислород вообще опасная штука. Жизнь не особенно любит кислород. Микробы вообще терпеть его не могут. Это мы дышим кислородом, потому что нам надо быстро бегать на пары, в столовую. Нужна биохимия очень резкая такая, быстро работающая. Но при давлении сотни атмосфер кислорода много в воде. Это, может быть, убивает жизнь. Это было бы обидно. Но мы еще поищем в этом озере. Есть еще одно место не подо льдом, а под водой. Это так называемые черные курильщики. Они обычно на дне океана, там, где разломы земной коры, и из-под них бурлит, выходит в виде гейзеров горячих такая подземная перегретая вода. Она несет с собой много минеральных веществ. Ими этими минералами кормятся элементарные живые существа, теми более крупные, рачки, всякие рыбки. Вот вокруг каждого такого курильщика черного возникает микробиоциноз. В общем, маленькое сообщество живых существ. Почему нам это важно понять? Если мы нашли небесное тело, полностью покрытое льдом, то солнечный свет же туда не проходит. А как они могут поддерживать свою жизнь источник энергии, нужен любому живому? И источником энергии у нас в океанах служат как раз черные курильщики. но они же могут быть и в других небесных объектах. И намек на это уже получен. Кажется, мы нашли доказательства того, что подо льдом в океане на одном небесном теле это спутник Сатурна, а есть черные курильщики. а какой это спутник? Только преподаватели знают. Энцелад. Но не только преподаватели, ладно, согласен. Еще кое-кто из студентов знает. Маленький спутник Сатурна, Энцелад. Вроде бы есть доказательства, что там есть курильщики. В общем, так или иначе нужна вода. Поэтому наше первое желание найти жидкую воду в космосе нашли, тогда уже начинаем разбираться хорошо. А на Земле жидкая вода всегда была и всегда будет. Ну, была-то она, видимо, всегда. Ну, по крайней мере, с давних миллиардах лет. А вот будет не всегда. Посмотрите, как быстро она испаряется. В стратосферу поднимаются пары воды, там их расщепляют ультрафиолетовые солнечные лучи, водород отдельный, кислород отдельный, но кислород тяжелый атом, он далеко не улетит, а водород улетает. И мы его теряем, вроде бы, с небольшим темпом, 3 килограмма в секунду, но это в секунду. А умножьте это, скажем, на миллиард лет, на несколько миллиардов лет, оказывается, что наш океан недолговечный, он через несколько миллиардов, ну, через 2-3 миллиарда лет испарится в космос, Земля станет сухой, но при этом какой шанс сохраниться жизни на Земле, я думаю, небольшой. Какая-то вода останется под грунтом, но ее там не очень много, хотя жизнь под грунтом сегодня процветает, но просто потому, что она общается с водой, циркулирующей из океанов, а высохнет планета, и жизнь, наверное, затухнет или прекратит совсем, поэтому еще мы ищем еще и место для возможного переселения в вторую Землю. Это, конечно, не актуально сегодня, но надо подумать о потомках, если мы найдем такое благоприятное место в космосе, то, может быть, колонию там организуем на всякий случай, мало ли что с Землей произойдет, а мы уже там. Что мы знаем по поводу жизни в космосе? Кое-что там прилетает в виде метеоритов, их исследуют, в них ищут какие-то остатки или намеки на жизнь за пределами Земли. Иногда эти метеориты, метеор сгорает, как правило, метеорит, это камни, падающие на Землю, мы их исследуем, пока ничего определенного не нашли. Бывают два таких крайних типа метеоритов, железные и каменные. Ну, про железные вообще смысла нет думать, они уже переработанное вещество, из недр каких-то небольших планет, там, конечно, ничего нет, а каменные, они разных бывают типов. Есть такие, которые откололись от чужих планет, а есть такие, которые никогда и не были в составе чужих планет, а просто как строительный мусор летают. В них мы ищем намеки на первые шаги жизни, которые могли бы в космосе еще зародиться, и возможность того, что на метеоритах с одной планеты на другую может быть перемещается жизнь. И вот перед вами забавное существо тихоходка. Она дает какой-то шанс на то, что с планеты на планету может живое существо переместиться. Даже не одетая в скафандр, даже не внутри какого-то защищающего ее метеорита, а просто так, само по себе. Тихоходку выносили в открытый космос. Она жила просто в вакууме, вообще за пределом космической станции. несколько лет ее радиация космическая пыталась убить, вакуум пытался высушить, солнечные лучи нагревали. Она спокойно все это переживала, потом возвращалась на Землю и тихо шла себе дальше. То есть, есть такие живые существа, которые космическим условиям не так уж требовательно, как мы. мы там не можем в вакууме жить, они вот могут. Но еще лучше для них вариант, это внутри какого-то камня или там ледяной глыбы перемещаться с одной планеты на другую под защитой от радиации космической. Мы такие варианты рассматривали. В последние десятилетия больше всего метеоритов нашли в Антарктиде, ну это и понятно. Вы идете, лед, 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 видите камень. Ну откуда на льду камень? Естественно оттуда. Ну не всегда правда бывает оттуда. А пингвины иногда заносят камни, они ими в футбол играют. Шутка. Вот. Но бывает, что и метеориты. И вот в 84-м году нашли такой метеорит, вроде невзрачный, как обычно, он лет 10 пролежал вообще в коллекциях, не тронутый, потом стали его изучать, распилили, посмотрели в электронные микроскопы, оказалось, что с большой долей вероятности это кусочек Марса. Вообще на сегодняшний день марсианских кусочков, метеоритов на Земле найдено много сотен. Ну не много, но несколько сотен, больше 300 штук. Как они попали с Марса сюда? Мы уже более-менее понимаем. Туда на Марсе падает большой метеорит, взрыв, а с Марса довольно легко выбросить в космос вещество марсианское. Оно летает, 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 иногда кое-что долетает до Земли, падает в виде метеорита. Вот что интересно, под электронным микроскопом там увидели вот такие белые штучки, и они очень похожи на окаменевшие бактерии. у нас на Земле мы частенько находим в древних породах, которым полтора-два миллиарда лет, тогда дошли, тоже были бактерии, они окаменели, но эти-то с Марса, есть ли это бактерии? Вот уверенности в этом нет. Более того, с годами появляется все больше и больше сомнений, что это бактерии. Больно они маленькие, размер их там 15-20 нанометров, маловато для бактерий, но для вирусов, кстати говоря, нормально, может это марсианские вирусы, только не думайте, что они уже окаменевшие, если это вирусы. Одним словом, это такой намек, что может быть на Марсе когда-то была жизнь, пока? Мы не знаем, но вот похоже, правда, похоже. Даже рядом с этими окаменевшими или не окаменевшими, даже следы жизнедеятельности найдены бактерии, но может быть это игра природы, может это чисто геологические такие вещи, не имеющие отношения к жизни. В общем, пока мы на Марсе не найдем их там на месте, пока в этом уверенности не будет, что на Марсе была жизнь. Давайте по порядку пройдемся по разным небесным объектам. ближайшая ближайшая к нам планета, но что-то я не спрашиваю, да, понятно, вы знаете, ну что, Луна, да. Смотрим на нее в телескоп, есть следы жизни? Нет, ну это просто телескоп недостаточно увеличивает, надо поближе, прилетели туда роботы, прилетели туда люди, тоже не нашли на поверхности Луны никаких следов лунной жизни. Но вот что интересно, когда эти самые, ну приборы-то оттуда не возвращались на Землю, ну редко-редко возвращались, они были стерилизованы, а когда люди возвращались, экспедиции Аполлонов, они падали на парашютах, в океан, их там встречали, поднимали на борт вертолета, вертолет через несколько минут садился на палубу авианосца, вот посмотрите, три члена экипажа Аполлона выходят из вертолета, в чем они? Это не космические скафандры, а что это? Да, это костюмы химической и биологической защиты, зачем? Их переодевали и прямиком в камеру для прохождения карантина, и они там начали за неделю слетали на Луну, вернулись обратно, и три недели сидели в камере, вот там по порядку, а кто был первым космонавтом на Луне? А? Ну громче. Не Лармстерн, а вторым. Бас Олдрин, а третий член экипажа? Мораль. Первых помнят все, вторых немногие, а третьих вообще никто не помнит. Надо быть отличниками, чтобы вас... Джеймс Коллинз. Кто? Кто? Кто сказал? Вот молодец. Да, Джеймс Коллинз. Но он, правда, по Луне не ходил, но он был в экипаже, летал по Луне. В общем, три недели карантина доказало нам, что они на себе никаких микробов с Луны не привезли, значит, Луна на поверхности мертвое тело. Но это не значит, что она в недрах мертвое тело. И мы такие небольшие объекты, и меньше Луны, и больше Луны исследуем. Сегодня вот статистика открытия малых тел в Солнечной системе, она просто поражает. Более миллиона тел открыты. Они, конечно, небольшие. Это астероиды, ядра комет, то есть ледяные такие глыбы. Астероиды – это в основном каменные глыбы. Но интересно, а на них какие-то следы жизни или хотя бы намеки? Есть. С некоторых астероидов и с некоторых ядер комет, вот на этом слайде видно, привозили на Землю образцы вещества. Но эти образцы всегда брали с поверхности, а на поверхности радиация космическая, так что какая-то может быть жизнь. Ее и не оказалось. Единственная комета, которую изучили более или менее подробно, это комета Черюмова-Герсименко. Это такая глыба грязного льда, большая, 4 километра размера. Единственная, вокруг которой несколько месяцев летал космический аппарат, исследовал со всех сторон, посадили туда небольшой посадочный аппарат, но он неудачно сел, перевернулся и побурить не удалось. Так что мы только с поверхности. Но представьте себе, глыба, льда, лед – это же вода, но в основном вода. Это вообще идеальное место для жизни. А на поверхности, понятно, космическая радиация, а там внутри как можно приспособиться? И вот что любопытно, посмотрите, на одном из снимков этого самого, этой глыбы льда, кометы Черюмова-Герасименко, мы обнаружили колодец, который ведет внутрь этой ледяной массы. Огромный колодец, целый, не знаю, большой стадион, размером там, больше 100 метров. И куда он ведет, никто не знает. Ну, просто так колодцев не бывает. Ну, это, наверное, вход в пещеру, а там в пещере идеальные условия для жизни. Радиации нет, воды сколько хочешь, ну, может, она замерзшая там, была бы замерзшая, жидкую всегда можно сделать, растопить. То есть это как минимум место для будущей космической лаборатории, для колонии. Там можно поселить, наверное, всю Казань. Ну, нет, ну, не всю. Ну, по крайней мере, Казанский университет туда точно упаковать можно. И летайте в космосе в безопасности с огромным запасом воды и других полезных веществ, из которых надо сделать пищу. По крайней мере, это маленькая будущая колония. А может быть, и место, где мы когда-нибудь обнаружим космическую жизнь. Туда еще надо проникнуть, никто не знает как. Пожалуйста, у кого инженерная жилка есть, подумайте о роботах-спелеологах. Таких еще никто не изобрел. Роботы летают, роботы бегают по земле. А вот роботы по пещерам лазают? Не лазают. А кто лазил по пещерам из вас? Ну и как? Трудно? Прикольно? Ну ладно. Это очень интересно и страшно. Это страшно. Это надо координацию. В общем, роботов пока нет. Но если мы изобретем роботов-спелеологов, то первое дело может быть туда, в пещеры, которые обнаружили в ядрах комет. Полетели дальше. Луна, малые тела, мы обговорили. Большие планеты. Меркурий очень похож на Луну. Понятно, что и как на Луне, на Меркурии вроде бы на поверхности жизни нет. Да, нет, конечно. Он открыт, там нет атмосферы, он обрабатывается космическими частицами, лучами, радиацией. Но вот на этом снимке странное темное пятно. Оно в кратере, в метеоритном кратере. На Луне мы таких не замечали. А на Меркурии заметили. И геологи говорят, что таким темным может быть только углеводородный, ну, в общем, мазут, нефть. Но мазут и нефть имеют биологическое происхождение. Он до сих пор спорит об этом. Но может быть и биологическое. Откуда там выходы нефти на поверхность Меркурия? Может быть, там под грунтом есть жизнь? Какие там условия? Ну, на поверхности жесткие. Он близко к Солнцу, там днем очень жарко, ночью очень холодно. А расчеты пока, и наблюдения, кстати, подтверждают, что уже под слоем, ну, полтора-два метра, вот, под небольшой глубиной, днем на экваторе средняя температура 65 градусов. Кто в сауне был, тот знает, что 65 градусов это вообще прохладно. Это даже не сауна, это какая-то там русская баня. Жить можно. А в средних широтах, там поближе к экватору, температура, ну, вблизи нуля, там минус 5, плюс 15. То есть вообще комнатная температура под грунтом на Меркурии. И надо искать признаки жизни на этой планете, пока на нее никто на поверхность не садился. Следующая от Солнца планета какая? Венера. К сожалению, вся она покрыта очень толстой атмосферой, там облака, и сверху ничего не видно. Но мы сажали туда, в 60-е начали полеты, в 70-е уже научились сажать, а до середины 80-х прошлого века нормально работали на ее поверхности. Только советские зонды. Это, можно сказать, наша лебединая песня нашей отечественной космонавтики. Ничего лучшего мы в исследованиях планет не сделали, но в Венеру лучше других изучили именно наши инженеры и планетологи. Вот поверхность Венеры. Ну, поверхность как поверхность. Аппарат вроде сидит, вроде даже работает, фотографии оттуда шлет. А, кстати, никому в голову-то не приходило селфи делать. Хотя можно было бы, смотрите, там механическая рука, ведь можно было камеру на нее поставить. Какой же оператор подписался подмечен? Это не оператор. А история была такая. Нам в 80-е, середина 70-х до середины 80-х вот такие панорамы показывали. Когда садился вот этот небольшой, он вот с кафедрой размером аппаратик, у нее две фотокамеры были. Одна 180 градусов панорама с одного борта, вторая с другого борта получала. Они такие искаженные, ну, потому что камера поворачивалась, объектив крутился. А уже в 2000-е, который не оператор, а Дон Митчелл, это сотрудник НАСА, вышедший на пенсию, инженер, электронщик, он попросил у нас эти фотографии, немножко изменил проекцию, там, переставил немножечко кадры, и, в общем, представил нам Венеру так, как мы бы ее увидели, если бы на поверхности сами, в общем, более приятную, похожую для глаз перспективу. Но главное, какие там условия? Условия там адские. Температура воздуха плюс 460 градусов, ну, дальше можно не продолжать. Плюс 460 исключает всякую жизнь земного типа. Кроме того, и атмосфера из углекислого газа, и давление, почти 100 атмосфер у поверхности, как у нас в океане на глубине километра. Но главное, конечно, температура. Эти аппараты работали недолго, они час от силы полтора там были живыми, а потом тепло проникало внутрь, и электроника выходила из строя. Но вот один человек заинтересовался все-таки жизнью на Венере, это был Леонид Васильевич Санфомолити. Очень известный в кругу астрономов, планетологов человек, электронщик, приборы, которого летали и на Марс, и на Венеру, он работал в Институте космических исследований в Москве, и он затеял такую вещь. Он собрал все-все-все фотографии, которые вот эта фотокамера много раз фотографируя одни и те же участки рядом с местом посадки, передавала, и стал их изучать внимательно. Ему показалось, и он нам продемонстрировал, что на некоторых одних и тех же местах через несколько минут появляется какое-то изображение, потом оно исчезает, потом снова появляется. Ну, является ли это живым существом, никто не знает. Это просто изображение, да еще испорченные радиопомехами, все-таки Венера далеко, сигнал идет до Земли, долго, помехи. Но Леонид Васильевич продемонстрировал нам эти свои находки и дал намек хотя бы на то, что может быть на Венере есть какие-то свои формы жизни, которые ну, совсем не такие, как мы с вами, которые там тут же сварились бы, конечно. Есть какие-то высокотемпературные, может быть, формы, ну, не из углерода, не из воды сделанные, а из чего, я не знаю, там, живые камни. Ну, как, камень, это, да, это вот окислометаллов, силикаты, всякие минералы. Ну, да, на основе, например, кремния. Вот у нас кремниевая жизнь только в виде компьютеров, да, процессора, кремниевая, но он же почти живой компьютер. А с какой-нибудь там, как ее зовут, Алиса, да, с Алисой поговорить можно, но мы-то думаем не о искусственно созданной кремниевой жизни, а естественно получившейся. Биологи говорят, что это не фантастика, что они, в общем, в этом направлении думают, и не исключено, что где-то на горячих планетах, таких как Венера, жизнь зародилась. Вот видите, он еще нашел такой странный камень пятнистый, который похож на какую-то сову такую спящую. Похож, нет? Ну, что-то есть, да? Вот, а это намеки, это надо продолжать. Но появился еще один намек, и даже более, пожалуй, интересный. Два года назад, осенью 20-го года, радиоастрономы, посмотрев на Венеру своими радиотелескопами, обнаружили там две интересных молекулы в облаках, наверху. А, надо сказать, в облаках там условия не такие жесткие, как у поверхности. В облаках, на высоте примерно 55-60 километров от поверхности Венера, там температура около нуля, давление атмосферное, нормальное, комнатное. Что там плохо? Воды мало, почти нет, паров воды. Ну, и облака своеобразные, они состоят из капелек концентрированной серной кислоты, что тоже, конечно, небольшая радость. Но, в принципе, биологи наши говорят, ой, в таких облаках, ну, кисленько немножко будет там, кислоты побольше, чем у нас в атмосфере, хотя в городах у нас тоже кислоты достаточно. И вот какие молекулы там нашли? Глицин. Кто знает, что такое глицин? Да. Это одна из аминокислот, а мы с вами, как раз, вот наши белки из них построены. Глицин. Но это как-то большой радости не вызвало, и вот почему. Глицин довольно простая молекула, и мы их в космосе встречаем нередко. И в облаках межпланетных, и в облаках рассеянного газа между звездами попадается глицин. Мог залететь откуда-то снаружи. А вот фосфин вызвал трепет у биологов. Почему? Фосфин – молекула очень непрочная. Ее ультрафиолетовые солнечные лучи довольно быстро разрушают. Но раз она там есть, значит, кто-то ее там… Как-то она там воспроизводится? А как? На Земле два источника фосфина мы знаем. Либо это вулканические извержения, но на Венере пока вулканов что-то не замечено. Либо жизнедеятельность микробов, микроорганизмов. И вот это как раз привлекло интерес к Венере. откуда там фосфин? У нас фосфин… Кто из вас любит по ночам гулять на болотах? Кто-нибудь любит? Вот. Там ночью по болотам такие голубые огоньки гуляют. Это фосфин. Его микробы там на дне перерабатывают, какую-то органику старую. Фосфин всплывает, микробы выдыхают и окисляется в кислороде воздуха, так сгорает тихо. Вот. Гуляйте по болотам, по ночам. Это очень перспективное место для будущих биологов, астробиологов. И вот мы теперь думаем, если он правда там есть, может там действительно в облаках летают. Но это открытая тема. Мы только два года назад, так сказать, затронули ее. Будем искать. Полетели дальше. Планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран. Мало приятные планеты и про жизнь на них пока никто не заикается, но у них много спутников. Слайд устарел. На днях у Юпитера еще 12 новых спутников открыли. Но извините, забыл переделать. В общем, около сотни спутников Юпитера, в основном это камушки, глыбы, а 4 спутника очень интересные. Здесь в одном масштабе наша Луна и 4 больших спутника Юпитера. Они как наша Луна, но они гораздо интереснее Луны. Например, ближайший к Юпитеру спутник Ио, мир вулканов, второй от Юпитера спутник Европы, мир льда и воды жидкой. Но на поверхности там условия жуткие, там радиация, они летают внутри радиационных поясов Юпитера, и на поверхности, вот посмотрите, какие дозы радиации, там человек на Ио вообще там двух часов не проживет, на Европе может сутки проживет, в общем, пустое дело. Но под грунтом уже на глубине нескольких метров радиация туда не проникает, и там спокойно можно жить. Вот Ио, мир вулканов. Вообще вулканы это, между прочим, когда говорят о происхождении жизни на Земле, очень часто думают, что именно вулканы, ну или вблизи вулканов она была как-то зарождалась. Так что вулканы на Ио, они огромные там. Не знаю, мне неудобно поворачиваются, вот, вот это, черное, это поток лавы, а вот это вот все вулканы. И таких там сотни уже открыты. Так что есть перспектива, есть источники тепла, есть источники минеральных веществ, надо подумать про жизнь на этом спутнике. Но еще больше перспектив открывает второй спутник. Европа. Там лед, там очень толстый лед, но он весь в трещинах, а это значит, что там под ним что-то бурлит, лед подвижный, и из этих трещин иногда появляются фонтаны воды. Общее количество жидкой воды на Европе подо льдом больше, чем в наших земных океанах. Вот какая перспектива. Если тут воды не будет когда-нибудь, у нас Европа не очень далеко, а там воды сколько хочешь. И она неплохая, она вроде нашей, соленая, нормальная, проверяли, а океанская, так сказать, вода. Ну, а если там жизнь, ну, для этого надо было либо просверлить 20 километров льда, на что мы еще не способны, либо дождаться, когда вода оттуда сама вылетит. Когда там работали космические аппараты, чуть не было никаких гейзеров, к сожалению. А вот когда улетели, вернее, погибли там космические аппараты, и мы только издалека от земли смотрим, появились гейзеры. На этих фотографиях, вот голубые эти внизу пятна, это телескоп Хаббл космический сфотографировал, как оттуда из-подо льда водяные фонтаны вылетают. Жалко, что мы не можем зачерпнуть эту водичку и посмотреть, что там, какие микроорганизмы. Но в ближайшее время сможем, сейчас готовится туда экспедиция. Может быть, когда-нибудь сможем и туда, под лед, направить исследовательские подводные лодки, роботы, но это дело будущего, и это надо еще подумать, как это сделать. А получить воду наверху уже в ближайшее время сможем. Сатурн – вторая большая планета, у Сатурна тоже много спутников, вот 80 лет правильное число, новых спутников пока не открыли у Сатурна. Среди них есть просто забавные, вот такие странные, как губка морская, а есть перспективные. Энцелад, вроде он маленький, он 500 километров в диаметре, крохотный спутник, но он кругленький именно потому, что он изо льда и воды, по крайней мере, в верхних своих частях состоит. В районе Южного полюса лед потрескался, и когда там работал космический аппарат в системе Сатурна, он прямо сфотографировал вот эти водяные гейзеры. Судя по всему, они давно работают и не хотят прекращаться, то есть там обширный океан подо льдом. Более того, даже химический состав этой воды исследовали, вода как вода, но в ней есть минеральные вещества, которые намекают на то, что на дне этого океана есть черные курильщики, но они выбрасывают минералы из-под грунта. А полная аналогия нашего океана, и это может быть даже еще более перспективное тело, чем Европа. Ну, правда, лететь до Сатурна дальше, вдвое дальше, чем Юпитер, и туда, наверное, не в первую очередь пошлют биологические какие-то сенсоры, сначала в систему Юпитера, потом в систему Сатурна, но мы имеем в виду, что вот два спутника у нас перспективные. Но еще третий, он тоже рядом с Сатурном, называется Титан, и обратите внимание на это голубое обрамление, это атмосфера, это единственный спутник планеты, у которого есть атмосфера, и она изумительно родная для нас. Она состоит, сейчас найду, из чего наша атмосфера состоит? Молчать. Ну, каким газом мы сейчас? Вдохните, попробуйте, какой газ вы вдохнули? Что, что? Кислород? Да кислорода тут 21%. А самый главный газ вот в этой комнате какой? азот. Углекислый в конце лекции только будет. Азот. Три четверти нашего воздуха это азот. Ай-яй-яй. Так там 95% азота. Азотная атмосфера, наша, родная. Туда впервые, и первый последний раз опустился космический аппарат. Вот смотрите, он спускается на парашюте. И что он видит на фотографии? Пустыню видит. На верхней фотографии наша родная, земная пустыня на юге Африки, а внизу пустыня на Титане. И там, и там дюны какие-то. Ну, правда, у нас песчаные, там ледяные дюны, но все равно ветер дует. А что он еще увидел, спускаясь на парашюте? русло рек. Облака, вот эти белые это облака и русло рек. Так там что-то, значит, течет еще? Реки какие-то? Ну, пардон, а там температура-то какая? Он далеко от солнца, там температура минус 180 градусов. Вода может течь в этих реках? Нет. А что, что там течет? Азот. Азот? Кто сказал метан? Поставьте пятерку на уроке химии. А где написано? А, значит, просто зрение хорошее. С галерки прочитать, ну, Да, конечно, в облаках метан, дожди из метана, ну, не только метан, там, этан, пропан, бутан, вот это все благородные наши природные газы, которые мы сжигаем в комфорках на печке у себя в кухне, а там это заменитель воды. Вот папаратик посидел, ну, недолго, он там два часа поработал, и все. Кое-что, единственную фотографию прислал. Это поверхность титана. Ну, ничего интересного, конечно. Но там есть жидкие озера, реки, моря, но они все заполнены метаном, этаном, пропаном, бутаном. Так вот, это неплохой растворитель. Да, вода лучше, но среди жидких природных газов тоже возможны какие-то эволюционные процессы, ведущие к жизни. И биологи говорят, а почему бы и нет? А почему бы там не существовать такой холоднолюбивой форме жизни, которая пьет метан и плавает в метане, как рыбка. Сейчас готовится подводная лодка, которая туда полетит и поплавает в этих метановых озерах. Далекое будущее Земли печально. Она не просто высохнет, она сгорит. Когда через 5 миллиардов лет наш Солнце подойдет к концу своей эволюции, оно раздуется, станет красным гигантом, ну и спалит Землю. Ну и не только Землю, она проглотит, раздуваясь, проглотит Меркурий, проглотит Венеру, доберется до Земли, нам это уже будет неинтересно, нам надо подыскивать что-нибудь вдали. Есть такое понятие зона возможной жизни. В любой планетной системе звезда близкие планеты перегревает, далекие планеты не догревает, а есть узенький диапазон расстояния от звезды, где более или менее комфортно на поверхности планеты. Но это передвигающийся диапазон, потому что звезда-то она живет, она меняется, и по мере жизни Солнца, оно набирает мощность излучения, эта штука, этот узенький диапазон отодвигается, Земля пока еще в нем. Но куда он подвинулся? к какой следующей планете? К Марсу. Вот она, перспектива, куда может быть когда-нибудь мы переселимся. А что? Хорошая планета, маленькая, но с атмосферой, с водой, смотрите, полярная шапка есть, значит, вода. Туда пытались посадить, кстати говоря, первый на Марс сел советский аппарат, но он не успел провести исследование, мы потеряли с ним связь. Потом, через несколько лет, два американских вот таких сели, Викинг-1 и Викинг-2. Они порылись в песочке, взяли какие-то пробы грунта, ничего там не нашли, и тогда биологи сказали, ну, значит, если нет на поверхности жизни, зачем искать ее под грунтом? А недавно на Земле у нас нашли вот этот микроорганизм. Я с трудом даже не буду произносить его латинское название, оно длинное, заковыристое. В чем его интерес наш? Он глубоко под землей, на глубине почти трех километров живет, и абсолютно не интересуется нашей вот этой поверхностной жизнью. Оно живет там, и все для своей жизнедеятельности, для размножения черпает из окружающих минеральных ресурсов. Ну, а раз у нас и на Земле такое возможно, причем на Марсе не жить под грунтом. На поверхности Марса плохо, на поверхности там жидкой воды нет, он холодный все-таки Марс, радиация довольно сильная, атмосфера там жиденькая, пропускает радиацию. Поискали воду, вот этот космический аппарат сел в районе полярной шапки, покопался, ну, там видно, может, на фотографиях, немножко покопался, разгреб песочек, нашел, лед, нормальный, лед под песком там лежит, водяной лед. Значит, вода есть на Марсе, ну, может быть, не всегда жидкая, но, по крайней мере, какая-то есть. А следы жизни на Марсе есть. В 2009 году с Земли в телескопы на Марсе обнаружили в атмосфере Марса метан. Метан – это продукт жизнедеятельности. Метан на Титане – это может быть природный. А вот на Марсе не может быть, потому что марсианская атмосфера разреженная, и она сквозь простреливается ультрафиолетовыми солнечными лучами. Там бы метан давно распался. Но он вроде бы появляется в атмосфере, вот эти пятна желтые, они говорят, где был обнаружен метан. Ну, а раз так, значит, это какие-то… Кто-то его выделяет туда? Ну, где эти кто-то? Они не могут под поверх… Они наверняка под поверхностью, на поверхности радиация сильная. Под поверхностью можно от нее спрятаться. Метан может выходить из каких-то там подземных хранилищ жизни. Как нам туда добраться? На Марсе давно уже работают марсоходы и стационарные аппараты, но они же все только поверху бегают, они не умеют бурить. Вот даже самое последнее поколение марсоходов американских – это Curiosity и Perseverance, здоровенные машины, но они все равно там 10-15 сантиметров могут поскрести своим манипулятором, а так, чтобы на несколько метров туда у них такого оборудования нет. А хотелось бы туда попасть и поискать там что-нибудь. Как это сделать? пока мы научились только летать на Марсе, бегать и летать. Вы помните, что два года назад туда привезли вертолетик, все помнят? Да? Знаете, да? Не знаете? На Марсе есть вертолет, он летает. Никто на это как-то сильно не надеялся, потому что там крайне разреженный воздух, опереться не на что, а он полетел. Ну, правда, недолго летает, одну минуту, а потом целый день заряжает свои батарейки от солнечных лучей, но летает. Это определенная перспектива поиска жизни. И вот почему. Смотрите. Вокруг Марса летают орбитальные спутники. Их много сегодня. Многие страны их запускают. И мы на фотографиях, сделанных с орбиты, нашли пещеры. На Марсе есть, ну, по крайней мере, колодцы, которые куда-то ведут в какие-то подземные помещения. На Земле у нас таких тоже немало, это карстовые провалы. Я вот как раз в этой был, во Франции эта пещера подирак, и убедился, что в пещерах намного лучше жить, чем на поверхности планеты. Там стабильная температура, повышенная влажность, нет радиации. В общем, в пещерах хорошо. И вот эта пещера, чем она мне напомнила марсианские, это тоже провал, а потом горизонтальная, огромная, там озеро, там всякие замечательные вещи. На Марсе это просто единственный шанс сохранить жизнь, если на Марсе такие же пещеры, а мы почти уверены, что такие же, пока мы видим только сверху колодцы, а вот спелеологи нужны. Надо туда на Марс не просто космонавтов запускать, а умеющих лазить по пещерам. Ну, вот, тренируйтесь, тогда на Марс вас возьмут. Или роботов, но роботов пока никто не придумал спелеологов. На Земле это все просто. Ну, есть такая в Южноамерике пещера, там полтора километра туда можно с парашютом прыгать. На Марсе с парашютом не прыгнешь, там атмосфера разрежена. В общем, надо научиться лазить по пещерам. Марс крайне интересное и загадочное место. Ну, глядя на эту фотографию, о чем вы думаете? Что там на Марсе? Это снимок с орбиты. Мы только сверху это видели. Вот что это там? Лес. Лес. Ну, первое впечатление, да. Деревья торчат. А диагональ этого кадра примерно полкилометра, там, 600 метров. Вот, для масштаба вам. Деревья солидные, такие балбабы. Ну, а может, не деревья? А что тогда? Во всяком случае, надежда на марсианскую жизнь у нас еще. Еще осталось. Я думаю, она даже укрепляется потихонечку. Кривые слишком для деревьев. А чего вы требуете от Марсиан? Деревья, деревья, они всегда растут вверх. Да что вы! Вы не видели кривых деревьев? Ну, они растут против. разные бывают деревья. Какая-нибудь полярная береза вообще вот так вот растет по земле. Вот, а на Марсе полярные условия, кстати, там холодно. Не требуйте от марсианских деревьев чего-то отсутствовать. А кто его знает, деревья или это вообще? Но все-таки надежда найти жизнь, конечно, там, под грунтом. Как бы нам просверлить Марс? И задумали такой аппарат. И сделали его. И даже осенью прошлого года собирались послать на Марс совместный эксперимент нашего Роскосмоса и Европейского космического агентства. И на нем, вот на этом марсоходе, он не очень большой, такой 200 килограмм весом, ну, солидная, хорошая машина для Марса вполне. Там бурильная установка. Впервые. И что же он не полетел? Как вы думаете? Все догадались? Потому что это был совместный эксперимент с европейской наукой. А европейская наука теперь с нами не дружит. Надо было его на год раньше запускать. Жалко, жалко. Надо восстанавливать связи и стремиться, чтобы наша страна не откололась от цивилизации. Тогда мы многое умеем, но не все. И в других странах тоже умеют многое, но не все. И только такие совместные эксперименты дают шанс продвинуться в поисках, в том числе и жизни за пределами Земли. Вот он лежит, пока ждет того момента, когда мы вновь восстановим научные связи, технические, политические, и будем работать совместно. Потому что каждая из стран такие эксперименты не потянет. Не по деньгам, не по технологиям, только вместе. А теперь несколько слов о других планетных системах. Планеты у других звезд мы называем экзопланетами, их трудно очень было искать. Я, например, не надеялся, что мы их вообще найдем при нашей жизни, но оказалось, технологии быстро развиваются. Почему астрономы не верили в это? Вот звездное небо, вот яркие звезды. Вы представьте себе, вы смотрите со стороны на Солнечную систему. Яркое Солнце. И в 10 миллиардов раз менее яркая рядом с ним Земля. Есть шанс ее найти, увидеть рядом с этим фонарем. Оказалось, можно и не видя, догадаться, что есть планета, и даже изучать ее. Планета и звезда обращаются вокруг общего центра массы. Давайте посмотрим, а может звезда вот так регулярно движется на небе, значит, рядом с ней есть планета. Или вот так от нас к нам движется, и тогда по спектру, по доплеровскому смещению линий в спектре звезды мы догадаемся, что рядом с ней есть какое-то невидимое тело. Вот так и начали открывать. А еще третий способ есть. А вдруг орбита планеты прямо на нас смотрит? Тогда планета время от времени проходит перед звездой. И чуть-чуть ее закрывает. И звезда чуть-чуть меркнет на это время. И мы по этим микрозатмениям тоже догадываемся, что есть планета. Ну, на этом пути в основном открытие и делается. Запустили специальный телескоп, который такие микрозатмения ищет. И вот вам результат. На сегодняшний день больше пяти тысяч планет у других звезд обнаружено. Конечно, они, как правило, крупные. Ну, большое всегда легче обнаружить. Но есть и небольшие, есть размером с Землю. В сети часто появляются такие картинки сравнения Земли-Венеры, например, и экзопланет. Ну, Землю-Венеру мы фотографируем легко. Не думайте, что это изображение экзопланет вот справа и слева. Это фантазия художника, конечно. Единственное, что мы о них можем узнать, это их размер и их массу. Но географию, конечно, не спор еще. Может, когда-нибудь, я тоже не верю в это, а вдруг, вдруг когда-нибудь научимся и детали на поверхности. Но нам это и не нужно. Нам главное понять. Планета похожа на Землю по размеру, по массе, значит, атмосфера у нее должна быть достаточно полупрозрачная, полезная для жизни. А если она еще и на хорошем расстоянии от своей звезды, так там и климат должен быть хороший, такие обнаружили. Они похожи на Землю по основным параметрам, и они в зоне жизни своей звезды. Вот перед вами коллекция. Ну, изображения все придумал художник. Мы только размеры. Мы, астрономы, отвечаем за размер, за массу планеты. За картинку не отвечаем. Но, как видите, есть более или менее аналоги Земли. Так что, более того, мы уже научились такому хитрому приему. Мы закрываем звездочку экранчиком черным и видим рядом с ней, реально видим, не догадываемся, а видим, как движутся эти самые далекие планеты. Но раз видим, значит, можем проанализировать свет, который от них идет, спектр этого света, и поискать какие-то там биомаркеры, то есть присутствие молекул. Кислорода, воды, углекислого газа, метана, это все в совокупности должно, если не доказать, то, по крайней мере, намекнуть нам на то, что жизнь там может быть есть. Планеты вращаются вокруг своих звезд, время от времени проходит на их фоне, и тогда звезда просвечивает своим излучением атмосферу планеты. Вот в этот момент как раз мы химический состав атмосферы можем измерять. Я вам покажу несколько картинок, где работают астрономы, которые этим занимаются. Вот в Казани или в Москве этим бесполезно заниматься. Над городом такое небо, надо на далеких горных обсерваториях только это делать. Вот так выглядят самые крутые, самые продвинутые в мире горные обсерватории, где самые мощные телескопы, иногда даже двуглазые такие, лучше видно двумя глазами. И они-то именно и ищут, исследуют экзопланеты. Сейчас заканчивается строительство монстра, самого крупного в мире телескопа с диаметром объектива 40 метров. Такого еще никогда не было. И он столько света. Если бы не пандемия, его бы уже закончили. Его строят в горах, в Андах, Чилийских, в Южной Америке. Там очень хорошее место для наблюдения. Ну вот, я надеюсь, что к концу нынешнего года его закончат, он тоже займется исследованием экзопланет. Ну и последние несколько слов вот о чем. Жизнь найти нелегко, но если эта жизнь сама о себе рассказывает, то гораздо легче. А сама о себе рассказывает разумная жизнь, цивилизация. Были такие проекты, как бы мы о себе могли марсианам рассказать. Вот математик Гауссен сказал, а давайте в тайге сделаем просеки, засеем их пшеницей, а рисунок в виде теоремы Пифагора. Тогда марсиане посмотрят на нашу тайгу, скажут, о, в русской тайге математики живут. Ну, или, по крайней мере, школьники, которые знают теоремы Пифагора. Наивные очень были люди. Другие были предложения. Были даже открытия марсианской жизни в виде каналов на Марсе. Оказалось, это зрительная иллюзия. Раньше мы видели каналы, подлетели к Марсу, к Марсу перестали их видеть. Были даже инженеры, Тесла, например, которые говорили, а я принимаю сигналы внеземных цивилизаций. Это был чистый пиар, ничего он не принимал. С тех пор техника, конечно, развилась. Настоящие радиоприемные аппараты появились только в середине XX века. Между прочим, это из семейного альбома я взял фотографию. Моя мама на коленях у моего дедушки. Вот тогда уже радио стало надежным средством связи. И появилась радиоастрономия, то есть прием сигналов из космоса. И это начало развиваться, появились радиотелескопы, Вторая мировая война создала могучую радиотехнику для военных целей, но она же после войны стала использоваться и для поиска внеземных цивилизаций. И вот в конце 50-х годов два физика итальянских, они в Америку переехали во время войны, Коккари и Моррисон, они сказали, слушайте, братцы, а ведь мощности наших радиоприемников и чувствительности наших, вернее, мощности передатчиков и чувствительности наших радиоприемников уже достаточно, чтобы переговариваться на межзвездных расстояний, так давайте искать сигналы. И начали искать сигналы, и тут надо было решить, на каких частотах, а космос нам сам об этом говорит, космос заполнен водородом, а в атоме водорода там всего протон и электрон, они так крутятся друг вокруг друга и передают на волне 21 сантиметр, 21 сантиметр дециметровый диапазон, кстати, в этом диапазоне сейчас, наверное, сотовая связь, да, у нас работает примерно, а могла бы и цивилизация нам присылать сигналы. И вот с 60-го года начались поиски сигналов внеземных цивилизаций. Фрэнк Дрейк, он умер, кстати, недавно, на днях, он предложил такую формулу вероятностную, как оценить количество цивилизаций, с которыми мы могли бы поговорить в нашей галактике. Она состоит из нескольких вероятностей. Вероятность существования планет рядом со звездой, вероятность хороших условий на планете, вероятность рождения жизни, вероятность... И вот последний член в этой длинной формуле Т маленькая, деленная на Т большое. Знаете, что это такое? Т маленькая это длительность технической эволюции у этой разумной цивилизации. То есть с того момента, когда радио уже изобрели, до того момента, когда атомная бомба уничтожит эту цивилизацию, потому что ее тоже изобрели. Это очень может быть небольшой... А Т большой это возраст вселенной. Это может быть очень маленький показатель. Вот радио изобрели где? Ну, в начале 20 века. В середине 20 века радио уже вышло на достаточную... И тогда же изобрели атомную бомбу. Вот, слава богу, до сих пор мы как-то придерживаем эту бомбу и не пускаем ее в дело. И вот надо стремиться, чтобы одна технология не убила другую, чтобы цивилизация достаточно долго пользовалась межзвездной связью и при этом сама себя там не угробила атомными бомбами. Это вот трудно оценить. И пока есть оптимисты, говорят, что цивилизации они разумные, они себя уничтожать не будут, и наших возможных клиентов в галактике будут миллионы, а другие пессимисты говорят, да нет, смотрите на нас, мы вот-вот сами себя сожжем тут чем-нибудь, значит, мы одни в галактике, и то недолго. Ну, я не знаю, проголосуем. Кто за оптимизм в этой области? Ну, большая часть аудитории. Молодые всегда оптимисты. Чем старше, тем больше накапливается пессимизма, но я все-таки надеюсь, что наша цивилизация долго еще просуществует. В нашей стране этими работами занялся Иосиф Самуилович Шкловский, я у него в аспирантуре, кстати, учился, очень яркий астрофизик был, он написал прекрасную книгу, она до сих пор актуальна, «Вселенная, жизнь, разум», мы ее переиздаем, и после его смерти тиражей в советское время были фантастическими, сейчас уже никто книг не читает или читает? Кто бумажные книги читает? Ну, не учебники же. Не учебники? Ну, ладно, ну, хорошо. Найдите в библиотеке книгу Шкловского, она стоит того, чтобы ее прочитать, ее перевели на английский, Карл Саган перевел, и она вышла на английском, замечательный, тоже яркий человек был, и в ту эпоху, в начале 60-х появились разные идеи, а, собственно говоря, почему надо по радио говорить с разумными существами? Ну, что такое? Ты ему сказал привет, 10 лет ждешь, пока от него прилетит к тебе привет. Расстояние между звездами, это в лучшем случае световые годы, а то и десятки, а то и сотни лет. Давайте сразу. Вот мы идем в библиотеку и сразу получаем знания в виде энциклопедии, учебника, чего-то такого. Мы же не по телефону узнаем их, а давайте сразу упакуем все наши знания в какую-нибудь маленькую энциклопедию и будем разбрасывать ее по всей галактике в надежде, что те другие сделают то же самое, и к нам прилетит готовая энциклопедия, википедия другой цивилизации. Ну, правда, нашлись и странные люди, которые говорят, она уже тут. но мы о них не будем, правда? Мы о них не будем говорить, она еще, к сожалению, не тут. НЛО до сих пор не проявили себя с разумной точки зрения. Были пессимисты, например, Энрико Ферми, который говорил, что, не, ребята, если бы помимо нас в галактике была какая-нибудь цивилизация, она бы уже давно была тут. Почему? А посмотрите, наше-то как стремительно развивается. В 20 веке ни автомобили в начале 20 века, ни радио, ничего такого не было. В середине 20 века у нас самолеты летают, ракеты летают, радио. Ну, в общем, технологии развили. Это за 50-то лет. А за ближайшие 50 тысяч лет какой будет прогресс? Да он будет экспоненциально, если судить по 20 веку. И мы за несколько столетий сможем завоевать всю нашу галактику. не завоевать, а распространиться по ней. Но если они, другие, начали свой прогресс на несколько столетий раньше нас, то они уже должны были быть здесь, а их нет. Значит, их нет совсем. Довольно сильное утверждение. И как с ним обойтись? Есть разные намеки на решение парадокса в ферме, но, может быть, я не буду их открывать, может, кто-нибудь из вас новое опровержение придумает. По крайней мере, первое десятилетие вся эта история называлась Communication with Extraterrestrial Intelligence. То есть, была полная уверенность, что они брать по разуму, тут, 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 у ближайших звезд, главное Communication наладить. Потом мы смотрим, что-то никто не откликается, мы сигналы посылаем, они к нам ничего не присылают, ответа нет. И это направление работы теперь называется СЭТИ, Search for, то есть, поиски разумных проявлений хотя бы каких-то. Это ведь тоже жизнь, но эта жизнь еще более интересная, она разумная. Радионаблюдения пока ничего не дают. Были разные проекты, я не буду детально их рассказывать, это своя большая работа, но мы из космоса пока ничего надежно, разумного не получили. Пять минут есть еще? Есть, конечно. Пять минут есть, больше. Мы даже смотрим на такие клубки звездные, звездные скопления, где миллион звезд в одном месте пространства, хотя бы у одной-то должна быть населенная планета, мы туда посылаем сигналы, оттуда ждем тишина. Каких сигналов мы ждем? Таких же, какие сами вырабатываем. Вот когда мы FM-радио находим станции, у них очень узкий частотный диапазон, чуть по шкале частот сдвинулся, другая станция, третья, четвертая, разумный сигнал должен быть не расплывчатым, а очень узким, мощным, на одной частоте. Оказалось, что от природных объектов тоже такие приходят, и мы можем их спутать с разумными. Один раз даже в 77-м году казалось, что пришел разумный сигнал, оператор компьютера, который фиксировал сигналы с радиотелескопов, даже написал, ну тогда не было мониторов, тогда на таком широком бумажном рулоне выводилась информация с компьютера, он написал вау, какой сигнал, ну это вау, и потом не повторилось, и мы не знаем, что это было. Вот компания людей, наиболее занятых этой работой, поисками внеземных цивилизаций. Очень маленькая группа стариков в основном моего возраста, которые вот в 60-х этим увлеклись, и до сих пор остаются любознательными стариками, ну не все из них уже живы, вот в белой маечке, это тип Фрэнк Дрейк, он в том году уже умер, но все они, ну и молодые ребята там тоже есть. Может кто-нибудь из вас смотрел фильм «Контакт»? В этом фильме как раз вот про это, вот как они работают. Кстати, там в этой группе тоже есть слепой один сотрудник, там все по правде. Они делают очень интересные проекты, они подсоединяют свои радиоприемники к большим телескопам, они распространяют программы, которые можно скачать, поставить на свой, на любой домашний компьютер, и они будут получать запись радиосигнала с больших телескопов мировых, и ваш компьютер в режиме скринсейвера, там когда вы одним пальцем в варде что-нибудь набираете, а у вас процессор мощный, он думает, чем бы ему заняться в это время, он будет анализировать этот сигнал, искать в нем какие-то разумные проявления. Есть даже миллиардеры, которые дают значительные деньги на развитие этой работы, вот например Аллен, он один из создателей Microsoft, он на пенсию уже ушел, взял свои миллиарды, и на его деньги сейчас построена в Калифорнии, на севере Калифорнии, такая большая радиоприемная система, которая только сигналы цивилизации ищет, вот такая вот здоровенная. Мы ищем и в оптическом диапазоне такие сигналы, может кто-нибудь нам это лазером сигналит, и недавно у нас в стране, кстати, самая мощная система такая заработала, это в Прибайкалье, там Тункинская долина, есть такое место к востоку от Байкала, там световые приемники, такие фео большие, фотоэлектронные умножители, ищут сигналы в оптическом диапазоне, пока нет. Мы ищем не только разумные передачи, мы вообще ищем какие-то проявления цивилизации, например, сфера Дайсона, это Фриман Дайсон, физик американский, сказал, что цивилизация ненасытна в смысле энергии, мы когда весь уголь, нефть сожжем, мы будем солнечную энергию употреблять, и чтобы не упустить ее, мы свое солнце окружим какой-то сферической поверхностью, чтобы ничего зря не пропадало, значит, надо такие искать в космосе, и мы их тоже ищем. Ну хорошо, нашли, поговорить с ними надо, а на каком языке-то? Английский они вряд ли знают, значит, надо какой-то международный межзвездный язык общения придумать, а нашлись математики, которые придумали, есть такой, и не один, но самый, пожалуй, популярный, линкос, лингва космика, а были даже более простые предложения, ну поговорить успеем, давайте им картинки показывать, картинка всегда понятнее, если ее в двухбитной системе зафиксировать, ну вот, пожалуйста, последовательность нулей и единиц, что из нее можно сложить, смотрите, а она состоит из 1271 знака, значит, это, если в двухкоординатную на экране картинку раскладывать, это либо 31, либо 41, 40, вариантов нет, два простых числа, разложили 41 строку, непонятно, разложили в 31 строку, уже понятнее, чего, ну, ну, понятно, ну все, ну, поняли, да, ну вот так мы информацию шифруем с больших радиотелескопов мощными передатчиками, кидаем в космос, как раз к этому звездному скоплению, полтора килобайта всего, но в этих полутора килобайтах вот такая картинка, тут тоже уже что-то узнаваемое, да, человечек, ДНК, двойная спираль, там, еще кое-какие основания, на которых ДНК строится и так далее, числа простые, какая-то такая, но хочется не только телеграмму получить, хочется открытку поздравительную, и открытки мы тоже посылаем на борту космических аппаратов, улетающих за пределы Солнечной системы, Карл Саган и его жена Эндрион, они разместили вот такие, ну, вот это первая, первая пластинка была вот такая, с нашим обратным адресом, но они поняли, открытка этого мало все-таки, надо что-то более интересное, подкастик какой-нибудь соорудить, и отправили туда граммофонную пластинку, ну, патефонную или как там, виниловый диск, только он был не виниловый, а железный, металлический, на борту космических аппаратов, улетающих за пределы Солнечной системы, сейчас в космос уносятся к далеким звездам две вот таких пластинки, ну, это коробочка, с крышечкой вы ее открываете, там пластинка, это видеодиск, на котором записано обычным способом, по строкам, несколько десятков изображений, как наша природа выглядит, как мы выглядим, в основном черно-белые, но несколько есть и цветных, вот такие типичные кадры из жизни человечества, чтобы познакомить наших возможных братьев по разуму, вот мне очень нравится этот кадр, тут, по-моему, дети всех мастей, там все возможные оттенки кожи, разные наши элементы нашей письменности, элементы нашей речи, звуки природы, музыка, музыкальные произведения, все, кого это, это уникальное послание, это самое мощное послание человечества к далеким звездам, найдите вот эту книжку, она в сети есть, Mormors of Earth, шорох из земли, ее Карл Саган и его коллеги написали, и там полное содержание этого послания вояджеров, вы найдете это самое информативное послание человечества другим, ну а мы сами можем улететь, маловероятно, проекты звездолетов, конечно, есть, но человек тяжелый, куда его разогнать до скорости света, чтобы быстро долетел, но находятся мечтатели, которые говорят, ладно, мы не можем, а роботы, может, смогут, слышали про этого человека, Юрий Мильнер, я думаю, уже слышали, это воспитанник физфака Московского университета, можно сказать, мой однокашник, но он помоложе мне, но, вероятно, и поумнее, потому что он стал миллиардером, долларовым, живет сейчас в Калифорнии, но он же наш человек, физик, ученый, и он несколько проектов по поиску цивилизации поддерживает своими миллионами, вот последний его проект, это желание, пока только желание и деньги, пока нет технологической основы, но вроде идея есть, создать маленькие межзвездные зонды, сам он будет с ноготь, вот буквально, и он будет привязан к такому тонкопленочному световому парусу, там, 3 на 3 метра, все это локальное, и на этот парус будет направлен мощный лазерный луч, давлением света на этот парус он разгонит такие микроскопические посланники почти до скорости света, и они за разумное время долетят до ближайших экзопланет, очень красивая идея, очень сложная в исполнении, 100 миллионов долларов хорошие деньги, на них уже люди работают, их, конечно, не хватит, их подавно не хватит, но для начала достаточно, потом, если пойдет дело, народ подключится, вот такая возможность проявить себя выпускнику нашего университета, любого нашего университета, не только московского, сначала заработать миллиарды, а потом подумать, куда их потратить. Ну, я заканчиваю, предлагаю вам дальше читать вот в одной из моих книжек, она лежит в сети, бесплатно, вообще лучше ее купить, конечно. Нет, там просто цветные картинки, причем в сеть не положили, а там много цветных картинок, но в черно-белом варианте она лежит в сети, не пиратски, она вполне от души, так сказать, подарена человеку, очень хорошая книжка получилась, премию просветителя ей дали, поэтому мы ее подарили для свободного. Но есть и другие книги, не хуже моей, например, вся история поиска внеземной цивилизации описана в книжке Льва Мироновича Гинделеса, его уже нет, я был редактором этой книги, отвечаю за ее содержание, очень хорошая, толстая такая книжка. Ну, есть переводные, хорошие переводные книжки, вот это наша, а рядом переводная книжка на те же темы. Все, спасибо. Настоящая овация. Вот я вижу уже поднятые руки, я прошу вопросы задавать в микрофон, микрофон у нас и справа, и слева, передайте, пожалуйста, своим коллегам. Ну, а пока у нас передается микрофон, задам вопрос, который у нас появился в комментариях. Что вы думаете, Владимир Георгиевич, о планете, которую обнаружил телескоп НАСА, который якобы очень похож на Землю и находится, по-моему, в 41 тысячи световых лет, если не ошибаюсь. Ну, если тысяча, то я ничего об этом не думаю, это слишком далеко. 41 световой год. Я думаю, 41 световой год, но это значит, что добраться до нее со скоростью света мы можем только за 41 год. Кто помоложе, может быть, рассчитывает на это. Далековато, конечно. Есть ближе, есть на расстоянии 4 световых года. Вообще, рукой подать. И Мильнер на что рассчитывал? Именно к ближайшим звездам. А ближайшая к нам какая звезда? Проксима. А до нее 4 световых года. А у нее уже две планеты, похожих на Землю, нашли. Спасибо. Гораздо ближе. Пожалуйста, представляйтесь и ваш вопрос. Здравствуйте, я... Ну, давай так. Здравствуйте, я Альберт из СММКФУ. Да, микрофон, пожалуйста. Я из СММКФУ и хочу за такой задать вопрос. Возможно ли, чтобы хотя бы в течение нескольких столетий началась колонизация Марса? Ну, она раньше, конечно, начнется. Только что ты подразумеваешь под словом колонизация? Колония – это самообеспечивающая себя группа, да? То есть, чтобы мы вообще им ничего не посылали, вот живите, как хотите, на Марсе, да? Первые научные, конечно, поселения там в ближайшие десятилетия появятся, слов нет. Илон Маск обещал, он сделает. У него мощная ракета уже на сносях, она почти готова. А вот по поводу самообеспечения, ну, наверное, столетий хватит, чтобы научиться на Марсе выращивать картошку. В кино это быстро делается, да? Кто помнит, в фильме «Марсианин» там он картошку вырастил. На самом деле, конечно, будет не все так просто, марсианский грунт не очень подходящий. А это и в кино, кстати, было показано, не очень подходящий. Вода там есть, но она грязная, там в ней перфлораты всякие. Но из грязной воды, из плохой почвы тоже что-то можно получить. Так что столетий, наверное, хватит. Спасибо. Да, вот еще вопрос на первом ряду. Сзади вас микрофон, пожалуйста. Представляемся в микрофон. Пожалуйста. Меня зовут Бадердинов Амир, я ученик Солнца, Тилиция КФУ, и у меня достаточно такой вот публицистский вопрос. Вот как вы относитесь к тем самым новостям в интернете, которые говорят, типа, обнаружена новая планета Икс-рептилоиды скоро упадут на землю. Вот как вот вы... Что упадет? Рептилоиды, рептилоиды. А, рептилоиды? Вот как вы лично относитесь к таким новостям? Ну, вот так же, как все окружающие, которые засмеялись. Ну, понятно, так же и я отношусь. Ну, что-то... Можно? Да, конечно. Здравствуйте, меня зовут Софья, я с СМН КФУ, также с направления телевидения и режиссура. Хочу задать такой вопрос. Как вы относитесь к мнению о том, что Вселенная это всего лишь симуляция? И второй вопрос. Второй вопрос. Почему нужно продолжать поиски жизни в космосе? Насчет симуляции мне просто обидно думать. Нет, мы настоящие. Нет никаких тут вопросов. А второй вопрос. Поиски продолжать или не продолжать? Вы можете остановить тех, кто эти поиски ведет? В том-то и дело, остановить невозможно. Конечно. Вы будете продолжать. Цивилизация наша на том и стоит, что мы любознательные. Слушайте, есть масса животных, которые быстрее нас бегают, летают, ныряют, там, что угодно, порвут нас когтями. Мы довольно незрачное, живое существо, и у нас одно только преимущество перед всеми живыми. Мы любознательны. Мы идем туда, где еще не были, ищем то, чего не видели, не знали, и на этом наша цивилизация вот стала царем природы. Хорошо это или плохо, я не знаю. Мы уничтожаем эту природу вокруг себя. Но, по крайней мере, именно любознательность вывела нас наверх вот этой вот и пищевой цепочки, и просто возможностей управлять природой. Если мы лишимся любознательности, что от нас останется, как от людей? Пустое место? Нет, конечно, мы не остановимся в поиске нового. Оно не всегда может быть хорошее, новое. Вот атом расщепили, а оказалось, что тут две стороны в этой медали, да? Наверное, и дальше мы будем какие-нибудь новые вирусы синтезировать в лаборатории и тоже потом и страдать от них, и лечиться ими, и производить какие-то биопродукты на них. Надо с умом подходить к тому, что мы находим, к тому, что мы создаем. Но поиски жизни во Вселенной, для биологов это просто сейчас невероятно важная вещь. Они уже поняли, что все мы, все микробы, киты, носороги, это варианты одной и той же жизни. У них нет второго... Вот представьте себе, у физиков, у химиков есть таблица Менделеева, 100 элементов, у физиков есть невероятное количество разных веществ, и только у биологов один вариант жизни. Как они вообще дальше будут развиваться, если не найдут новые варианты жизни за пределами Земли, которые совершенно отличаются от нашего. Тогда биология встрепенется и станет большой наукой. А сейчас она ползает на одном уровне, на уровне земной жизни. Спасибо. И еще один такой вопрос, строчка из песни, бесконечна ли Вселенная? Не знаю. Спасибо. У астронома очень простой ответ. Мы отвечаем за то, что видим. Видим мы до определенного расстояния. Вселенная ограничена своим возрастом, около 14 миллиардов лет, а значит, от самых далеких объектов к нам свет мог идти не больше 14 миллиардов лет. И мы уже видим те объекты, от которых он в первое мгновение жизни Вселенной пошел. А дальше мы-то не можем увидеть, есть ли там граница, мы никогда не узнаем, потому что свет медленно путешествует по миру. и бесконечное время надо наблюдать Вселенную, чтобы убедиться, что она бесконечна. Откуда у нас бесконечное время? Спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Анвар, мехмат Кафу. Вопрос такой. Вот мы сейчас обсуждали поиски жизни, мы здесь присутствующие, скорее всего, энтузиасты, которые интересуются, а как объяснить, допустим, обывателю, в чем практическая польза от поиска внеземной жизни, будь то цивилизации, или будь то какие-то простейшие микроорганизмы, кроме освоения бюджета. Ой, ну тут много нюансов. Во-первых, не надо с обывателем об этом говорить. Они не знают, что мы ищем жизнь в космосе, и пусть себе пиво и забивают козла, или там смотрят футбол. Если спросят, что маловероятно, скажите, напомните им историю науки последних двух столетий. Был такой Майкл Фарадей. Сидел у себя в лаборатории и на гвоздик проволочку накручивал, делал электромагнит, его спрашивали, кому это твое электричество? Посмотри, у нас тут газовые фонари, свечи, лошади, хорошо живем. Ну, может быть, но через сто лет мы сейчас можем без электричества, без электроники. Вот ткните обывателя в компьютер или куда-нибудь там в лампочку, в микроволновку и скажите, а 200 лет назад это только начиналось, и на это никто денег не давали, сжалели, кому это надо? Вот нам оказалось это надо. Хочешь, чтобы твои внуки жили еще лучше? Корми ученых. Спасибо. Давайте еще буквально два вопроса. Я вижу, что микрофон у нас наверху. просили его. Меня зовут Алия, я тоже ученица Сунцайтилецэкафу. Это чувствуется. Ладно, Сунцайтилецэкафу. Вопрос. Просто захотел представить. Да. Да, это минутка рекламы Сунцайтилецэкафу. Давайте вы подумайте, у нас пока здесь вопрос появился. Вы в начале лекции говорили про смещение полосы жизни в сторону Марса, но при этом сейчас много довольно-таки статей, которые говорят о том, что жизнь на Марсе была раньше, а сейчас он высох. Что случилось? Дело вот в чем. Это понятие зоны жизни, оно, конечно, условное. Оно говорит о том, на планете, похожей на Землю, жизнь может быть только в узком коридоре расстояния от Солнца. Марс был раньше более похож на Землю и может быть даже более благоустроенный, чем Земля сегодня. Есть такое понятие парниковый эффект. Атмосфера любой планеты более или менее неплохо пропускает солнечные лучи вниз, к поверхности, а вот насколько хорошо тепло теряет планета, зависит от газового состава. Если у Марса раньше атмосфера была более плотная, наверняка она была более плотная, она постепенно уходит в космос, а состоит она из углекислого газа и раньше скорее всего состояла из углекислого газа, тогда там парниковый эффект вот этого сохранения тепла солнечного был намного сильнее. Почему Венера перегрета? Страшно перегрета. Там углекислая атмосфера хорошо держит тепло. Если Марс был примерно такой же маленькой Венерой, то и за пределами вот этой формальной зоны жизни там могло быть не так жарко, как на Венере, но вполне благополучно для развития каких-то простых форм. Кислород не нужен простым формам. У нас на Земле первые 2 миллиарда лет без кислорода прекрасно жизнь развивалась. Это часто она с кислородом. Так что на Марсе скорее всего условия были более благоприятные раньше. С течением времени они вроде бы становятся опять благоприятными, но вопрос что он быстрее потеряет атмосферу, чем Солнце его пригреет? Он же ее теряет. Если он совсем без атмосферы окажется, тут уже никакое солнечное тепло не поможет. Либо мы сами там можем создать атмосферу, есть такие идеи терраформирования, переделка Марса, но это когда еще будет? В общем, зона жизни условная вещь, надо еще и другие свойства планеты иметь в виду. Благодарим вас и давайте последний. Привет, последний вопрос. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я учусь на географии. Мне интересно, по каким сейчас принципам характеризуют вообще жизнь и как ее ищут, потому что мы по сути знаем только то, по каким принципам жизнь сформировалась на Земле. Есть, например, Солярис, такая книжка, где, например, на другой планете живой океан нашли, например. Ну, почему нет? А живой ли он был? Ну, живой ли он был, вот хороший вопрос, как жизнь характеризуют сейчас ученые? А никак. Вот что имеем, на то и опираемся. Ищем жизнь земного типа. Но имеем в виду, что может быть, могут и другие формы быть. А как они будут себя проявлять, если она, как живой камень, да, ты сказал? Да, живой камень. Растет, размножается, видишь? Ну, кристаллы тоже растут и тоже размножаются. Живой камень получает. Живой камень получает. Ну, вот понимаешь, да, что нет критериев стопроцентных. Здравствуйте. Анна, Эфмип. Я свободный слушатель, достаточно далекий от астрономии, наверное. Подскажите, пожалуйста, из любопытства вопрос. Известны эксперименты, когда цепляют микроорганизмы на поверхность космических аппаратов, пускают их в космос, они возвращаются, естественно, больше 90%, абсолютное большинство микроорганизмов, они не выживают, сгорают в слоях атмосферы. А на заре возникновения жизни, какова была вероятность у них сгореть? То есть параметры атмосферы в те времена, они были жёстче или, наоборот, мягче? Мы даём во время этих экспериментов фору, так скажем, древним организмам. Когда им было проще прилететь? Атмосфера у Земли была в момент зарождения жизни, да? Вроде бы она была поплотнее, чем сейчас. И углекислая, она более, лучше сохраняла тепло вокруг Земли. Земля могла быть очень тёплая тогда, в тот период. Но это, что географ на этот счёт говорит? Историю Земли вы можете восстановить достаточно надёжно? Включен. 4 миллиарда лет назад жизнь зарождалась. Что по этой, по поводу Земли самой можно сказать? Вообще считается, что началось с образования, точнее, с луганической деятельности, образование атмосферы и так далее. То есть, все вещества, они поднимались под Земли. Либо прилетали из космоса, видели. Либо и то, и другое. Либо да. На сегодняшний день считается, что наиболее такая теория вроде общепринятая, что всё-таки на Земле жизнь образовалась. Но она, конечно, не точная. А какие условия были? Я знаю, по крайней мере, Было достаточно... Три или четыре теории происхождения жизни. Например, одна довольно современная теория говорит, что метеориты виноваты. Они падали, получался горячий котёл во время падения метеоритов, быстро шли химические реакции. Образовался какой-то суп, как его называли, из аминокислот. Как жизнь родилась, никто не знает. Главное, не угробить её теперь. Ну, давайте, чтобы на такой ноте не заканчивать, вот быстренько тезис. Нота очень оптимистичная. Здравствуйте, меня зовут Сугудин Марсель, я из Сум-Цей-Тили ЦКФУ. Насколько я знаю, вы участвовали в написании нескольких задачников по олимпиадной астрономии. Какой из них вы можете назвать наиболее эффективным для подготовки? Для Сум-Це, конечно, олимпиадной. А для других менее серьёзные есть. Большое спасибо всем нашим слушателям, которые сегодня пришли в шоу-ром высшей школы журналистики и медиакоммуникации. И, конечно, огромное спасибо вам, Владимир Георгиевич. И вам спасибо. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова